Книга Иова, глава 22, стих 21. «Сблизься же с ним, с Богом, и будешь спокоен». Рассказ «Две новости». Рассказ «Две новости» Рассказ «Две новости» Василия многие назвали человеком с железными нервами. И правда, его просто невозможно было вывести из себя. От самого рождения он был очень спокойным человеком. В детстве и в юности легко мог примирить между собой своих ссорящихся сверстников. И даже семейная жизнь не испортила его миролюбивого нрава. Бывала Зина, жена Василия, в конце дня от сильной усталости, все-таки Бог послал им шестеро деток, нет-нет, да и выстрелит в мужа неласковым словечком. А тот отвечает так добродушно, что ей стыдно становится за свою несдержанность. Так ни разу серьезной ссоры у них и не случилось. «Бывало, Зина, уже поостыв, удивленно спрашивала, «И как это получается? Я вся прямо закипаю? А тебе хоть бы что?» И тогда Василий, очень довольный собой, улыбался в ответ и отвечал. «Это все, Зинуля, потому что я молитвами укрепляюсь, Бога почитаю, и тебе не мешало бы в церковь сходить». «Да когда мне? С вами всеми продохнуть некогда», – отмахивалась Зоя. Вообще-то Василий посещал храм в основном по праздникам. Зайдет, у входа перекрестится, пожертвования в ящик опустит, да и назад, с чувством исполненного долга. Зато он знал наизусть много молитв. Память у него была отличная. Запоминал их легко. А ночью, во время бессонницы, повторял каждую. Потому и не забывал ни одной, чем очень гордился. Работал Василий в военной охране на Большом заводе. Там его тоже все уважали. Свои обязанности он выполнял добросовестно. Никому никогда не нагрубил. Всегда веселый, бодрый. С такими легко и приятно общаться. Золотой человек, отзывались о Василии и его соседи. Побольше бы таких. Делились мнением о нем друг с другом друзья и знакомые. Жена и дети Василия тоже высоко ценили его покладистый нрав. Шли годы. Пришло время, когда четверо старших детей один за другим создали свои семьи и выпорхнули из родительского гнездышка. В доме остались Василий с женой и двое младших дочерей. Жили они по-прежнему мирно и дружно. Но тут, как всегда неожиданно, беда случилась. Какой-то велосипедист-лихач наехал на Василия, возвращавшегося ранним утром домой после ночного дежурства. Людей вокруг не было и велосипедист быстро скрылся в неизвестном направлении. А сбитый им с ног Василий попробовал подняться, но у него это не получилось из-за острой боли в спине. Появившийся вскоре прохожий вызвал скорую помощь, которая увезла пострадавшего в больницу, где у него обнаружили сложный перелом позвоночника. После нескольких операций врачи объявили, что дело безнадежное. Ходить и даже сидеть Василий уже не сможет. Его перевезли домой, уложили на специальную кровать и теперь он стал полностью зависим от помощи своих родных, которые с большой любовью и сочувствием ухаживали за ним. И вот тут-то произошло то, чего никто не ожидал. Добродушие и мягкий нрав Василия вдруг улетучились, как утренний туман. Его как будто подменили. Целыми днями он громко возмущался тем, что с ним произошло, постоянно требуя от жены особого к себе отношения. Недовольный абсолютно всем и всеми, Василий просто рвал и металл, измучив своих родных непрерывными криками. Некоторое время они героически терпели все это, надеясь, что со временем больной смирится со своим состоянием. Но тот, напротив, с каждым днем становился все раздражительнее и злее. «Что ты мне принесла? Ну куда ты это ставишь? Мне холодно, мне жарко!» То и дело требовательно выкрикивал Василий, со злостью глядя на жену, которая старательно исполняла все его повеления. «Куда это вы собрались? Откуда сейчас пришли? А кто вам звонил?» Строго допрашивал он младших дочерей, неусыпно следя за каждым их шагом. Когда Василия приходили навестить его сотрудники или друзья, он насмешливо спрашивал их. «Ну что, пришли посмотреть на инвалида? Думаете, с вами такое не может случиться?» «Ах, молчите, да? Стыдно, наверное, стало?» После чего посетители старались поскорее уйти. Родные Василия совершенно измучились с ним. Но он ни разу не поблагодарил их за жертвенный нелегкий труд. А вместо этого, наблюдая за ними, постоянно выкрикивал «Не так! Не то! Но почему вы такие неповоротливые?» И все в таком духе. Однажды Зина рассказала о своих трудностях соседу, Николаю Ивановичу, которого все ценили за его доброту и отзывчивость. По ее просьбе вскоре он пришел навестить Василия. К большому удивлению Зины, больной принял его довольно доброжелательно. Закрыв дверь комнаты, в которой лежал Василий, Николай Иванович склонился к нему и сказал «Я пришел сообщить тебе две очень важные новости. Только сначала расскажи, как ты живешь?» Василий приготовил было насмешливый ответ, но взглянув на спокойное, сияющее, участливое добротой лицо гостя, вместо обычных колкостей вдруг начал изливать перед ним свое сердце. «Да тяжело мне очень, я весь будто на иголках. Поверь, с нервами ложусь, с нервами просыпаюсь, хотя и сна почти нет. Просто не пойму, что со мной случилось. Раньше нервы железными были, а сейчас ну никакого покоя не имею». «Сердечный покой Бог дает каждому, кто к нему обращается», сочувственно глядя на больного, сказал Николай Иванович. «Иисус сказал «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». «Да ты чего? Забыл, что ли? Я ведь тоже верующий и в церковь всегда ходил», воскликнул Василий. «Да, в церковь ты, может, и ходил», согласился Николай Иванович. «Но вот только до Бога, видно, так и не дошел». «Ты так думаешь?» озадаченно спросил больной, но тут же, пытаясь приподняться на локтях, сердито воскликнул. «А вообще? Почему это ты решил, что я до Бога не дошел?» «Так ты ведь сам сказал, что никакого покоя не имеешь», напомнил ему Николай Иванович. «А у примиренных с Богом людей такой проблемы нет. Ты же, Василий, не только себя, но и своих родных замучил придирками. Жена твоя совсем уже извелась». Больной сначала возмущенно взглянул на него, но потом как-то сник и жалобно произнес, «Да я и сам не понимаю, что это со мной произошло? Я ведь до болезни совсем другим был». «А сейчас с нервами ложусь, с нервами встаю, и молитвы мне не помогают, хоть всю ночь тверди их. Порой растерзать всех готов. Прямо хуже зверя стал. И куда это интересно спокойствие мое делось?» «Да не было его у тебя, спокойствия этого, то есть настоящего мира с Богом», ответил Николай Иванович. «Понимаешь, в хорошие благополучные дни многим кажется, что с ними все в порядке. Но как только какая-то трудность или теснота в жизни появляется, тут и выходит наружу то, что пряталось внутри». «Что-то я тебя не понимаю», нахмурившись, произнес Василий. «А понять это нетрудно», продолжил Николай Иванович. «Все, чем наше сердце наполнено, рано или поздно наружу выходит. Вот, к примеру, скажи, если надавить на тюбик зубной пастой, то как думаешь, что оттуда вылезет?» «Зачего тут думать?» «Пастой вылезет», ответил Василий и с нетерпением попросил. «Ты лучше объясни, что со мной случилось». «Так я как раз об этом и говорю», сказал Николай Иванович. «То есть, пока на тюбик с пастой не нажмешь, то можно убедить себя, что внутри мед. А когда нажмешь, то сразу все ясно станет. Там внутри, оказывается, паста несъедобная». Василий опять возмущенно перебил его. «Слушай, перестань. Зачем мне твои лекции про эту пасту? Ты лучше про меня объясни. Да побыстрее». «А к этому мы с тобой как раз и подошли», невозмутимо продолжал Николай Иванович. «Слушай, пока у тебя все было хорошо, ты себя не видел. А как только беда стеснила, вот тут наружу все и вышло. То, что внутри у тебя было». «Так что же это? Выходит, я таким и раньше был? Только не знал об этом?» растерянно спросил Василий. «Ну да». «Вот ты и получил первое Божье откровение», «довольно», – сказал Николай Иванович. «И это очень ценный подарок от Бога – увидеть самого себя». «Да уж, ничего не скажешь. Хороший подарочек», – расстроенно пробормотал Василий. «Да как же я теперь с таким собой жить буду? Я ведь постоянно на одних нервах. Покоя никакого нет, понимаешь? Нервы одни». На его потемневшее от огорчения лицо было тяжело смотреть. Но Николай Иванович, широко улыбнувшись, торжественно произнес. «Понимаю». «Но я уже сказал, что принес тебе две новости. Первое. То, что мы все грешники исправиться со своим характером не можем. Эту плохую новость ты сейчас услышал. А теперь выслушай другую, очень хорошую. Иисус Христос умер за нас, негодных людей, чтобы сделать нас пригодными для вечной жизни и чтобы успокоить всех беспокойных». Недоверчиво взглянув на него, Василий спросил. «Ты думаешь, ко мне это тоже относится?» Николай Иванович ответил. «Ну да. И к тебе тоже. Если, конечно, ты считаешь себя неспособным ни к чему доброму». «О чем ты говоришь?» «Да я даже гораздо хуже того, что ты сказал», сокрушенно воскликнул Василий. «Ну тогда скажи это Богу прямо сейчас», предложил Николай Иванович. Немного помолчав, Василий ответил. «Не знаю. Я понял, что настоящей веры в Бога у меня никогда и не было. Как же тогда мне говорить с ним без веры?» «А ты не жди, пока вера придет», сказал Николай Иванович. «Просто скажи Богу все, что у тебя на сердце, и тогда увидишь, что будет дальше». Согласно кивнув, Василий старательно откашлялся и с волнением произнес. «Господи, спасибо Тебе, что просветил меня сейчас правдой своей. Никудышний я человек, одним словом, грешник с ног до головы. На прощение Твое не смею рассчитывать, не заслужил я этого. Но одного прошу, успокой ты мое сердце. Сам ведь знаешь, с нервами ложусь, с нервами встаю. И родных своих совсем измучил». После этих слов Василий замолчал, но тут же ликующе воскликнул. «Услышал! Услышал!» «И что же ты услышал?» с интересом спросил Николай Иванович. «Да нет, это не я услышал!» с неожиданно мягкой улыбкой ответил Василий. «Это он, Христос, меня услышал! И бедное сердце мое от зла освободил! Легко мне стало, понимаешь? Так легко, что прямо взлететь хочется!» В эту ночь Василий спал спокойно, как маленький ребенок. А утром, проснувшись, светло улыбнулся, вспомнив о том, что с ним произошло вчера. Сначала он по привычке хотел позвать Зину, чтобы помогла ему умыться. Но тут же, передумав, решил, «Нет, нет, пусть еще поспит!» Намучилась она со мною. На его лице появились слезы. Сердце наполнилось нежной, давно забытой любовью к жене. И он тихо прошептал, «Поспи, поспи, родная! А я пока помолюсь от души. Умыться можно и позже, главное, чтобы сердце было чистым». Но надо же, и нервы успокоились, вроде и нет их совсем. «Да, я теперь эти две новости всем буду рассказывать. Пусть тоже радуются». Послание к евреям, 4 глава, 1 стих. «Будем опасаться, чтобы, когда еще остается обещание войти в покой его, в покой Божий, не оказался кто-то из вас опоздавшим». Бог предлагает свой покой измученным, усталым. Секрет его весьма простой, стать перед Богом малым. «Доверь ему тебя вести», ответит он с любовью. «Иди по Божьему пути, творя его лишь волю». «Христова иго ты возьми, покорность Богу благо». «И проводи земные дни под послушание флагом». «Мир в сердце потечет рекой, нет в жизни доли лучшей». Бог предлагает свой покой всем беспокойным душам. «И в Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok